Псалом 28 Второе, короткий, во крайней мере, начало этого псалма, наверное, знают все современные люди, потому что именно этот псалом западной традиции принято читать при погребении человека. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Это, в общем-то, разумно. В православной традиции он никогда не воспринимался, как псалом заупокойный. Но, тем не менее, это само по себе использование этого псалма в таком контексте вполне уместно, потому что там есть такие слова. «Если я пойду посреди сеней смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мной». И в этом смысле вполне это уместно так делать. Но нас волнует именно не просто очень красивые образы этого псалма. Мне очень нравится этот псалом, очень поэтический и очень глубокий. Вот нас интересуют мессианские места. Господь, пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня, у тихих вод воспитал меня. Душу мою обратил к добру, наставил меня на связи правды, славы ради имени своего. Если я пойду во мраке, грозящему смерть, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Жезл твой и посох твой поддерживают меня. «Сотворил ты мне трапезу, при лицом гонителя моих помазал леем главу мою, чаша твоя напаяет меня, ибо велика ее сила. И милость твоя досопутствует мне во все дни жизни моей, и доселюся в дом Господень бесконечные дни». Вот здесь все наполнено мессианскими пророчествами, хотя псалом небольшой, всего шесть стихов. Во-первых, мы, православные люди, встречаемся с этим псалмом чаще всего в контексте подготовки к причащению. В рамках правила ко святому причащению именно с этого псалма начинается эта подготовка. Вот считаются эти 22-й, 23-й псалм. Вот, и как бы ориентирует нас как раз на мессианское понимание этого псалма. Но главное, что особенность здесь вот как раз проходит, напоминает нам о Христе, как раз эти слова. «Если и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мной и си». Почему? Почему это «если я иду сквозь смерть, то зло не может не повредить, потому что ты со мной». Напомню, опять-таки это удивительным образом говорит Давид, который, как это справедливо заметил апостол, он погребен с отцами своими, и место погребения его известно. И он, естественно, скажем, сошел туда, куда сходили все до Христа. То есть, на самом деле, он проходит, реальный, настоящий Давид, он проходит сквозь сени смертной и погружается во мрак Шио, во мрак Ады. Того самого Ада, которого еще предстоит разрушить Иисусу Христу. То есть, он, на самом деле, не прошел сквозь сени смертной. Сам Давид этого сделать не смог. И никто до Христа этого сделать не смог. Никто не мог пройти мимо и не повредиться от этих сени смертной. И уж точно проходя сквозь эти сени смертной, он не может никаким образом обрести там Бога. Потому что в смерти, в смерти мы не можем его там найти. Смерть – это абсолютное, как бы противоположное присутствие Богу состояния. Удивительно, но тот же самый Давид в другом псалме, в 139-м псалме, он говорит странные слова, совершенно невозможные для, скажем, Ветхого Завета слова. Он говорит, аще взойду на небо, аще взойду на небо, ты там, аще сниду в ад, ты там. А если возьму крылья и полечу до самого края моря, то и там рука твоя наставит меня. Удивительно, то есть, как это, то есть, если человек сходит в ад, то и там он обретает Бога. Но мы же, нас учит этому догматика, нас учит этому, ну, просто здравый смысл, что как это человек погружается в адские глубины, Бога-то там нету. Нету ведь, это же как раз место, которое не заполнено Богом. Это же как раз вот состояние совершенной обезбоженности, это же тотальная власть дьявола. Так же мы думаем. А на самом деле Давид вот Духом Святым говорит, нет, не так. Ведь не может быть никакая область бытия быть изъятым от Бога. Не может же быть такого состояния, в котором, такого места, такого пространства, такого состояния, в котором бы не было Бога. Ведь нельзя же выключить его совсем. Ведь в том и состоит ненависть сатаны, что он не может выдавить Бога из бытия. Он бы рад освободить бытие, хотя бы кусочек этого бытия, чтобы там не было Бога. Но не может. Он не может быть царем, пусть над немногим количеством бытия, но совершенно подвластным ему. Оказывается, даже там, где он ощущает свое полное владычице и царство, и там есть возможность присутствия Бога. Это еще почему? Ведь можно тогда подумать, что выходит сатана, вот он властвует, а на самом деле там все пронизано Богом. Нет. Все дело не в пространстве бытия. Хотя и оно не может быть совершенно изъято от действия божественных энергий. Если божественные энергии, конституирующие это бытие, исчезнут, то бытие просто развалится. Оно аннигрирует, оно перестанет существовать. В рамках именно поддержания бытия твари все равно действует благодать. Даже тот же сатана не мог бы существовать, если бы не было благодати его бытие поддерживающей. Ни один человек не может существовать. Само бытие не может существовать, если отнимется благодать поддерживающая это самое бытие. Но Давид говорит о другом. Он говорит, что на самом деле ведь Бог спребывает с людьми в него верующими. Там, где есть верующий человек, там и есть и Бог его, держащий за руку. Не разрушающий общение с ним. Ведь если человек возложил упование на Бога, он не оставляет его и в смерти. Он даже в смерти пребывает с этим человеком, потому что человек доверил себя Богу. И вот это особое состояние верующего человека, верившего себя Богу. И в силу того, что он верил себя Богу, он сохраняет возможность общения с Богом, божественных энергий, где бы ни было, даже в аду. Как бы ни было там ограничена эта возможность для человеков дохристианской эпохи, он все равно сохраняет связь с Богом. Вот поэтому даже если снидет в ад, верующий человек найдет там Бога. Потому что он возложил упование на Бога. А возложившее упование на Бога, естественно, не будет оставлен Богом никогда. Но здесь, возвращаясь к 22-му псалму, есть еще и особая коннотация, что на самом деле, скажем, человек, то есть на самом деле это опять-таки говорится как бы от лица самого Христа. Что если я пойду посреди сени смертной, то я не убоюсь из зла, потому что ты со мной виси, ты никогда меня не оставляешь. Ты всегда, божество твое всегда, божественная сила всегда меня сопровождает. И я как раз иду, чтобы сокрушить этот самый ад, наполнив его твоим светом. И именно для нас, верующих во Христа людей, мы всякий раз, проходя вратами смерти, мы встречаем уже однозначно его, потому что он прошел первый этими вратами смерти. Он прошел первый через это, со своей божественной природой, он прошел сквозь эти врата и навсегда сделал смерть вратами, в которых человек встречается со своим Богом. Поэтому, скажем, по учению церкви, мы так и говорим все время, любой человек, он как-то, умирая, попадает на суд. То есть все равно встречается, ну кто-то делает акцент на том, что это суд, а кто-то делает акцент на том, что он в любом случае встречается со своим Богом. Теперь не мрачная преисподняя земли, а теперь Бог, который его создал, который его любит, вот что ждет человека. И поэтому он не боится зла, ибо на самом деле никакого зла нет. Зло только в нашем собственном сердце. Если оно наполнено злом, тогда страшно, но если оно, как это, доверилось Богу, если оно уповало на Бога, то проходя через эти самые смертные врата, мы встречаем только свет, встречаем только Бога, потому что вся моя жизнь и была служением Ему. И для того, чтобы это прохождение смертных врат было возможно, чтобы человек действительно не боялся смерти. Ведь именно напомню свидетельство апостола Павла из послания к евреям, что на самом деле именно страхом смерти сатана держал и держит в повиновении всех людей. И Христу надо пройти вратами смерти, чтобы человек освободился от страха смертного, чтобы он перестал бояться смерти, чтобы для него смерть воспринималась не как проваливание в какую-то пропасть мрачную, наполненную как уданты кишащими какими-то муками и ужасами, а чтобы для него смерть стала встречей с тем, кто это прошел вратами смерти, но всегда их сделал вратами, приводящими встречи с собой. И чтобы эта встреча со смертью была не страшна человеку, дальше в Псалме и говорится. Уготовил предо мною трапезу против стужающих ми, умастил и сей леем главу мою, и чаша твоя, упоевающая меня, она сильна. Это явное пророчество, явное указание на евхаристическую трапезу. Ты приготовил трапезу против стужающих меня. То есть на самом деле, как и в Евангелии от Иоанна, в шестой беседе, Христос говорит о том, что кто ест тело мое, кто пьет кровь мою, тот не увидит смерти вовеки. Тому не страшна будет смерть вот в том ее самом бесчеловечном обличии, которым она мучает нас страхованиями и ужасами. Наоборот, если человек причащается телу и крови, то есть, почему возможно причащение тела и крови? Потому что он умер и отдал себя в снеть, в пищу. Он умер для того, чтобы мы питались его плотью. Он прошел смертью, он не побоялся встречи с этой смертью, он прошел и божеством своим наполнил ад, и он перестал быть адом. И теперь всегда для нас, для всех это встреча с Богом. И чтобы эта встреча нас не пугала, мы причащаемся его телу, его крови. И там, когда мы проходим эти вратами смерти, эти мрачные бесовские полчища не могут ничего нам сделать. Потому что как раз эта трапеза и питает нас против вот этих стужающих нас бесовских полчищ. И умастил Илеем главу мою, это о нашем миропомазании, то есть, то, что мы на самом деле помазаны вот этим божественным Илеем, отмечены божественной благодатью, эта благодать ведет нас через врата смерти, и нам это не страшно. И чаша с его кровью, напоевающая нас, питающая нас, напаяющая нас, она сильна, ничто не может быть сильнее силы этой чаши. Вот поэтому мы как бы, идя путем всей земли, мы собираясь, зная, что все умирают, и мы однажды умрем, но мы не боимся смерти, потому что Бог, во-первых, пойдет вместе с нами, во-первых, Он уже прошел этими вратами, и за этими вратами смерти Он нас ждет. Во-вторых, когда мы идем этими вратами, подходим, приближаясь к вратам смерти, Он идет с нами, и нас, верующих Него, не оставляет, потому что все для того, чтобы нам пройти эти врата смерти, самые страшные врата в жизни человека, пройти вратами смерти, для нас Он все сделал, Он дал нам благодать Святаго Духа, Он дал нам чашу со своей кровью, приготовил трапезу, как раз для того, чтобы подготовить нас к встрече смерти, чтобы эти врата смерти не стали для нас вратами ужаса и страха, а вратами вхождения в жизнь вечную. Поэтому Псалом и заканчивается, что «И милость Твоя будет со мной во все дни живота моего, чтобы вселиться мне в Дом Господень долготу дни». Дом Господень – это и храм Господень, и Иерусалим горний, который видел пророк, то есть апостол Иоанн в Апокалипсисе. А в сущности это все, и образы храма, и образы небесного Иерусалима, все это образы церкви Бога живого. То есть вот на самом деле все мы христиане, мы участвуем в главнейших таинствах, в главнейших таинствах церкви – это крещение, сейчас не буду об этом говорить, у меня нет времени, хотя именно в таинстве крещения, и проходит, впервые человек проходит вратами смерти, он умирает во Христе для мира, он погребается со Христом в смерть для того, чтобы отныне жизнь Христова действовала в нем. И эти основные таинства – миропомазание, причащение и крещение – это все для того, чтобы человека вывести, дать ему спокойно выйти из этого кленного, грешного, умирающего мира и вступить в церковь, торжествующую церковь живого Бога во все веки вечные. И поэтому, на самом деле, как самая страшная для человека всегда была смерть, так Христос своей смертью и дарованным нам таинством крещения, как соединение со своей смертью, и таинство причащения, как кушение своего тела и крови, вот все это он дает нам как раз для того, чтобы самая страшная смерть превратить для нас в путь к вечной жизни. Поэтому христиане, ну вот пусть не мы, но христиане прежних веков, они не боялись смерти. Именно это бесстрашие перед смертью мы видим, и не только, скажем, в Священном Писании Нового Завета, но и в житиях святых и в богослужебных текстах долго-долго и, скажем, в лице святых 20 века новомучеников и исповедников мы видим это удивительное бесстрашие перед смертью. Для верующего Христа смерти нет. Для верующего Христа все сделано для того, чтобы человек не трепетал перед смертью, а ждал встречи со смертью, как встречи с Богом, который открывает ему свои объятия в этих смертных вратах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok